Если вам подарили неупакованный подарок, вы можете упаковать его для себя сами! Манит-бюре представляет! Привет! Мы сегодня ничего не готовим, мы сегодня упаковываем коробки. Привет! Совсем скоро Новый год, а это значит, что мы готовим для всех подарки. И как же не подарить подарок упакованным? Но, к сожалению, недалеко не у всех есть яркая праздничная бумага, лента или какая-то новогодняя атрибутика. И мне родилась идея, как сделать новогоднюю упаковку из самых простых материалов. Все предпраздничные выпуски Елизавета согласилась разделить вместе со мной. И сегодня мы с тобой вместе будем упаковывать подарки. Ты уже умеешь это делать? Нет. Нет. Ниеда уже снимал выпуск про то, как мы упаковываем подарок. Тогда мы поспользовались обычной упаковочной бумагой и лентами. В этот раз мы немного усложним себе задачу, но упростим ее вам, потому что мы воспользуемся обычной бумагой А4, которая есть практически у каждого. Булочка у нас уже ходит. Естественно, формат А4 подойдет далеко не для каждого подарка. В основном в такую бумагу можно упаковать что-то небольшое. Например, вот такую коробку или вот такую коробку. К примеру, книга, которую я приготовила, кстати, книга очень увлекательная. Всем очень рекомендую почитать. Никита все никак не доберется, но просто у него нет времени. Я почитал, кстати, эту книгу. Да, 13 страниц я прочел. Очень интересная и увлекательная. Затягивает, я бы сказала. В общем, чтобы упаковать такую книгу, придется использовать как минимум два листа А4 и склеить их между собой. Это уже будет не очень красиво, поэтому я советую все-таки подарки побольше. Например, вот такие уже упаковывать. Либо в другой формат бумаги. Либо в газету. Кстати, в газету это тоже хороший способ, если у вас есть при этом красивая ленточка или какая-то новогодняя атрибутика. Почему бы и нет? Так, мы с тобой попробуем упаковать вот эти небольшие подарки. Это два пауэрбэнка. Кстати, вот эти два пауэрбэнка в конце видео мы будем разыгрывать. Поэтому, если хотите их выиграть, обязательно досмотрите видео до конца. Итак, если вы помните из прошлого видео, очень важно, чтобы размер бумаги соответствовал размеру упаковываемого предмета. Как он должен соответствовать? Когда вы кладете коробку, вот эти поля должны быть чуть больше, чем половины высоты коробки. У нас сейчас примерно так и получается. И этих полей должно хватить, чтобы закрыть коробку целиком. В данном случае прям впритык, но хватает. Иска А4. Наша самая история вот с этой коробкой. Так как она более плоская, здесь даже получится, что мы ее обернем практически в два раза. Один из вариантов упаковки в лист А4, это каким-то образом раскрасить саму бумагу. Я знаю, что Никита хорошо рисует. Я думаю, что можно сделать очень простую, но очень стильную и модную сейчас упаковку. Просто черным маркером, тонким, в данном случае это линер, нарисовать какую-то новогоднюю тематику. Например, по диагонали, там, рядами, снеговичков или елочки. Можно в разной форме, в разном стиле. Я думаю, что такие предметы творчества найдутся в доме практически каждого, особенно если у вас есть дети. Кстати, внизу будет ссылочка на то, как сделать упаковочную бумагу с помощью картошки и красок. А я просто упакую коробку и добавлю интересный новогодний декор с помощью цветного картона, лицетной бумаги, который тоже есть почти у каждого дома или легко доступен в ближайшем магазине. Итак, мне понадобится лист бумаги. То, что я упаковываю. Я, пожалуй, упакую в PowerBand, так как мы его дарим, чтобы он был действительно... Приличный. Праздничный, нарядный упакован. Хотя лучше, наверное, положить не по центру, чтобы шов пришелся куда-нибудь наизнанку. Так, вот, примерно вот так. И мне понадобится двусторонний скотч, чтобы было не видно швов. И я воспользуюсь еще обычным. Просто так удобнее в самом начале закрепить край бумаги, чтобы он не соскальзывал. Лиз права была, я действительно хорошо рисую. Ну, припоровши снегом потом. Пожалуйста. Припороши. Приклеиваю самый край, чтобы он не елозил. Здесь это удобно делать, потому что сам предмет, который упаковывают, тоже в упаковке. То есть мы не портим товарный вид. Теперь нужно все это аккуратно завернуть. Чтобы было интересней, я сделаю самый последний край в виде конвертика. Чтобы не видно было, как это все приклеено, воспользуюсь двусторонней липкой лентой. Слушай, если я звезду дорисую, они лучше станут, как ты думаешь? Если глаза только дорисую. Хорошо рисуй, ты еще и в школе хорошо учился. Вот так у нас было. Друзья, обратите внимание, как Кошелев хорошо сегодня отвечает. Молодец! Сегодня можно поставить 4. Садись, подай дневник 3. Ой, какой фломастер! Скажи, пожалуйста, после твоего замечания у меня лучше елки стали получаться? Да, смотри. Вот так отрежем раз. И вот так ее разрежем два. Вот только камеру навела, сразу хуже стали получаться. Знаешь, что у меня? Смотри, что есть с этой стороны. Смотри. Зарядка. Зарядка, да? Ой, как вкусно! Развлекайся, доченька. У меня получился вот такой конверт. Теперь нужно как-то украсть эту упаковку, чтобы она стала новогодней и праздничной. Я думаю, что я сюда сделаю объемный новогодний шарик. Лучше выбрать что-нибудь более яркое. У меня есть вот такой горчичный цвет. Мамочка, с Новым годом! Главное, чтобы корявые буквы были. Итак, мне нужно вырезать три одинаковых кружочка. Я воспользуюсь таким бумажным, бумажной липкой лентой, чтобы ее обвести, и все кружочки получились одинаковыми. Естественно, приклеивать я буду их так, чтобы было не видно ручку, которую я рисовала. Либо можно все это обвозить простым карандашом, а потом подтереть, чтобы все было аккуратно. Можно воспользоваться обычным канцелярским клеем, но у меня его нет. У меня зато есть сторонняя липкая лента. А эти два шарика мне нужно согнуть ровно пополам. Если это тонкая бумага, то она довольно легко согнется. У меня это все-таки скорее тонкий картон, поэтому складывать нужно аккуратно. Воспользуюсь опять же двусторонней липкой лентой. Но здесь мне нужно приклеить только сами ребра бумаги, поэтому приклею тонкую полосочку посередине. Осталось прорисовать к этому нарядную ленточку. Можно, конечно, приклеить, но может получиться неаккуратно, поэтому проще нарисовать фломастеры похожего цвета. И, например, из бумаги такого же цвета можно вырезать небольшую карточку. В том случае, если вы оставляете подарки как елки, так как это, например, делается в нашей семье, можно подписать, кому именно этот подарок. Так, один вариант готов. Сейчас попробую сделать еще один очень простой вариант. Пауэрбэнк упакую самым обычным способом, без вот такого загиба, просто как обычную коробку. Теперь получилась просто ровная, гладкая упаковка, которую нужно как-то преобразить. Здесь вот такой красивый темно-зеленый картон, но можно использовать абсолютно любую бумагу, особенно красивую, если у вас бумага с каким-то принтом. Можно даже взять плотную глянцевую бумагу из какого-нибудь журнала МОД и вырезать елочки из нее. Собственно, я и буду сейчас вырезать елочки вот с этого зеленого картона. Вот моя работа сегодняшняя. Так. Вот так. Ну, сначала ты наметил, да. Только так, чтобы у тебя сходились концы с концами. Видите? Ну, хорошо. Для мамы упаковываешь. Да. Подожди загибать. Ну, куда торопишься? Так, так. Вот, убери теперь верхнюю. Под клей вот это скотчем коробкой. А, двусторонной липкой лентой? Нет, обычной липкой лентой. А, коробки прям. Ну, прям, чтобы на коробку заходила вот прям вот самая малость. Децл. Чтобы она легко подходила. Сколько стоит ваше услуги? Не дороже денег. Не надо здесь ничего подгибать, чтобы... Немножку догнуть, если ты хочешь продемонстрировать свою любовь. По всей длине нужно липкой? В двух местах хотя бы, вот, чтобы ближе к краям. То есть, исходя из твоей сказанной фразы сейчас, получается, что если не подогнуть края... Не любишь. Не любишь человека, значит, потом удерживаться. Молодец. Теперь тебе нужно загнуть. На, Сахарок. Вот смотри, я только что тебе сказала, приклеить лучше по бокам, ты приклеил посередине. А, вот я ошибку допустил, смотрите, ребят. Потому что сейчас, когда ты будешь вот это делать, видишь, здесь отклячь. Ну, я могу подклеить. А если бы ты подклеил... Я просто не хотел на слово мамочка липкую ленту лепить. Если вы наклеили, вот как я, в середине, и не подклеили вот эти края, то клей лучше на обратную сторону. Лайк-файки от Никиты. Новая рубрика. Если хотите видеть больше этого, то подписывайтесь на наш лайв-канал. Ссылочка в описании. Так, ну что, у меня готово. Смотри, как красиво получилось. Подклеим, и теперь ушки. Ушки подклеить. Вот, сначала подклеиваешь бока, загибаешь их. Так. Вот, показываю туда, и тебе тоже. Так как это бумага, честно, она очень легко загибается, и сразу все... И мнется, и все видно на ней. Снимает нужную форму, да. Вообще, с одной стороны, не очень удобно из этой бумаги делать упаковку. Ну, мы исходим из того, что у тебя нет ничего другого. Из того, что было. Опа! Опа! Вот, пожалуйста. Посмотрите, как здорово. По-моему, потрясающе. Значит, с упаковкой коробки может справиться любой, раз я справился. Поэтому вы следите дальше, а я пойду ребенка развлекать. То есть, если вам подарили неупакованный подарок под предлогом, что я не умею упаковывать... Привет, тет. У меня есть три вот такие елочки. Они, конечно, не самые правильные и красивые, но все же. Мне хочется расположить их вот так. И прикрепить их тоже необычным способом. Я думаю, что я прорежу в середине елочек отверстия и протяну через них ленту. Осталось придумать, как это сделать. Так, примерно на одном и том же месте, чтобы елочки оказались на одном уровне. Я думаю, что стоит отмерить все это дело. С помощью линейки, которой у меня нет, я воспользуюсь ровной бумажечкой. Отверстия, естественно, должны быть примерно той же ширины, что и лента, чтобы лента точно вошла. Конечно, любая такая упаковка занимает больше времени, чем просто замотать подарок в подарочную бумагу и привязать красивый бантик. Но чаще всего ни бантика, ни бумаги под рукой нет. Это раз. А во-вторых, если есть свободное время, то, по-моему, это отличный способ провести предновогоднее время с детьми, например. Кстати, Никита сделал совершенно правильно. Отрезал кончики ленты по косой. Я уже говорила, что именно этим отличается праздничная лента от траурной. Траурная лента всегда отрезается прямо, а праздничная по косой, либо каким-то другим фигурным способом. Первая, вторая и третья. Мне хочется, чтобы низ елочек был абсолютно на одном уровне. Сейчас нужно будет постараться, чтобы это так и было. Второй вариант упаковки из обычной бумаги А4 с использованием цветного картона и любой ленты. На самом деле, можно использовать абсолютно любую веревочку. Главное, чтобы она подходила по длине и могла опоясать всю упаковку. Или вообще не использовать ленту и просто приклеить елочки и как-то их украсить шариками, звездочками, снежинками. В общем, любой новогодней снежной атрибутикой. На столе у нас творческий беспорядок, подготовки к праздникам. Маленькая уже готовится к тому, чтобы пойти спать, поэтому прощаться я с вами буду одна. У нас с вами получилось на моделя три очень интересные упаковки, которые я, например, точно возьму себе на заметку. И буду использовать не только на Новый год, но и на какие-то другие праздники. Потому что если сменить, в принципе, дизайн рисунка или вот в данном случае вот этого коллажа, то можно смело дарить это и на 8 марта, и на день святого Валентина, и на день рождения. В общем, абсолютно любой праздник можно порадовать ваших близких не только подарком, но и способом его преподнесения. Итак, как мы и говорили еще в начале видео, эти два пауэрбэнка мы разыграем и подарим их кому-то из вас на Новый год. Все условия конкурса будут в описании к видео. Не забывайте подписываться, ставьте лайки и обязательно комментируйте, что вам понравилось, будете ли вы пользоваться этими идеями и как вы будете поздравлять своих близких на Новый год. Увидимся очень скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok